Всем добра и здравия! Речь сегодня пойдет о Иване III, великий князь московский государь Всероссии Иван III. Историки называют его одним из наиболее недооцененных в истории русских правителей. Он освободил от ордынского ига и объединил разрозненные земли Руси, предопределив превращение Москвы в центром общественного суверенного государства. Будущий государь Всероссии Иван III родился в семье великого московского князя Василия II и великой княгини Марии Ярославной 22 января 1440 года. После смерти отца Василия Темного 27 марта 1462 года Иван стал новым великим князем. В течение первых пяти лет правления Иван III ввел неприметную, но необходимую работу по укреплению войска, совершенствованию механизма управления, пишет в своей книге Иван III историк Николай Борисов. В 1463 году Иван III начал проводить, задуманный еще отцом, реформы по установлению абсолютного контроля над Ярославским княжеством. К 1471 году оно полностью утратило самостоятельность. К 1467 году при невыясненных обстоятельствах умерла жена Ивана Мария Борисовна. Ей было всего около 25 лет. По слухам, она могла быть отравлена. Однако кому нужна была смерть недалекая от политики молодой женщины непонятна. У нее остался сын, известный в дальнейшем под именем Иван Иванович Молодой. Во второй половине 60-х годов 15 века Иван III определяет первоочередную задачу своей внешней политики – обеспечение безопасности в восточной границе путем установления политического контроля над Казанским ханством. Война с Казани в 1469 годах окончилась целым успешно для москвичей, пишет Николай Борисов. В результате войны Казань надолго прекратила набеги на земли московского княжества. Однако проблемы с ресурсами, которые Иван III ощутил в ходе боевых действий, судя по всему, натолкнули его на мысли о необходимости дальнейших центризаций русских земель. В 1471 году Иван III совершил удачный поход на Новгород, заставив его выплатить контрибуцию и гарантировать отказ от сепаратных связей с Литвой. На несколько лет спустя вокруг полномочий великого князя в Новгороде снова разгорелся спор. Часть горожан были настроены на войну, однако, когда боевые действия стали реальной перспективой, Новгород защитили всю шаткость своего положения и вернулись к переговорам, по итогам которых в 1477-1478 годах Новгород отказался от вечевого самоправления и признал полную власть Ивана III. В тот же период, в 1474 годах, свою землю передали в казну и стали служивыми знатями ростовских князьям. В связи с направленной на централизацию государства деятельность Ивана III исторографии часто называются собирателем земель русских. Вскоре после смерти первой жены Иван III задумался о повторном браке. В 1469 году римский папа Павел II выдвинул идею о женитьбе московского князя на византийской принцессе Сесовье Палеолог, будущая бабушка Ивана IV Грозного, племяннице последнего императора Византии Константина IX дочери, деспота Марии, полуострова Павлиантес, Фомы. После падения византийской империи, Фома с семьей бежал в Рим и жил при папском дворе. По замыслу руководства католической церкви, брак овдовевшего православного князя с воспитанной в Риме принцессой должен был склонить Москву к ней. Переговоры об условиях брака затянулись. В итоге Иван и Софья обвенчались в Москве только 22 ноября 1472 году. Вопреки ожидания Рима, жена не стала склонять князя к унии. Она, напротив, поддержала его в борьбе за независимость Москвы от любого внешнего влияния. В 1470 году в Москве появились две новые точки внешнеполитического напряжения. Примерно в это же время Иван III перестал выплачивать дань большой орде. Кроме того, великий князь Московский обострил отношения с соседней Литвой. Иван III заявил о претензиях на земли Рюриковичей, находившихся в то время под властью Великого княжества Литовского. Но заселенные славянами, рассказывал это в беседе с РТ старший научный сотрудник Института славяноведения Иран Вадим Валаубуев. В 1480-х годах над Москвой нависла серьезная угроза. Власти Большой Орды договорились о союзе с литовским великим князем Казмиром. Через территорию Литвы к границе Московского княжества двинулись ордынские войска. В это же время против Ивана III взбунтовались его младшие братья, недовольные ограничением своих прав. Ордынское войско остановилось на пограничной реке Угре. Великий князь оставил с войском Ивана Молодого, а сам вывез из Москвы Софию с младшими детьми и провел успешные переговоры с братьями, которые согласились его поддержать. Вернувшись на Угро, Иван III попытался договориться с ханом Ахматом, однако тот стал выдвигать унизительные требования, и великий князь решил принять бой. Когда Угра замерзл, он отвел войска с берега на более удобную для обороны позицию, однако дальше несколько стычек делами пошло. Уханское войско оказалось не готово к зимней войне, а литовцы не прислали помощь. Поэтому ордынцы двинулись назад, разграбив по пути литовские земли. Иван III малой кровью одержал победу и навсегда избавил русское государство от необходимости платить дань орде. События 1480-х годов стали моментом обретения России независимости и государственного суеверенитета. Сегодня ряд историков считают, что именно к одной из дат, связанных с состоянием на реке Угрия, можно приурочить празднование Дня независимости России. Заявил в интервью РТ профессор факультета МГУ имени Ломоносова доктор исторических наук Сергей Перевезенцев. Всего при Иване III, если не считая пограничных стычек, произошло три войны в Москве с Литвой. Две объявленные, одна не объявленная. Для Москвы все три были успешны. Литва потеряла примерно треть подконтрольных ей территорий. При этом, если в Литве еще царили классические средневековые порядки, то Иван III смог выстроить эффективную систему управления государством, отметил Владимир Валабуев. По словам Сергея Перевезенцева, инициатором Ивана III реформы имели всеобщемленный характер. Он впервые в истории получил титул «Государь». С его подачи произошел мощный культурный прорыв на базе местных традиций в симпиозе с европейскими и восточными влиянием возникла новая русская культура. При Иване III на Руси впервые был сделан полный перевод Библии. Благодаря его усилиям возникла современная и эффективная по меркам конца XV века армия. В то же время на Руси началось производство обожженного кирпича, позволившего перейти к массовому капитальному строительству. В конце XV века Иван III продолжил политику собирания земель. По контрольному Москве оказалось уделом его братьев Тверь и Рязань. Частично независимый сохранил Псков, однако он был верным союзником великого князя. В 1497 году Иван III вел во всех русских землях единый судебник, позволявший полностью идентифицировать законодательство во всем государстве. На великокняжеском печати впервые появился двуглавый орел, ставший впоследствии многовековым гербом России. 27 октября 1505 года Иван III умер. Иван III фактически создатель современного российского государства. При нем Россия заявила о себе как суверенным субъект мировой политики. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok